Здравствуйте, друзья! Продолжаю серию, которая популяризирует мою работу Складной трехсекционный каяк В который вкладывается секция одна в другую Как матрешка Видео здесь можете посмотреть По ссылочке под видео Также есть еще видео, где я на нем проходил Южный Бух А в принципе, я даже на море уже на нем был Выложу тоже в этом видео А здесь уже будет большой обзор В котором покажу процесс именно создания этого каяка От создания модели Резки пенопласта Шпаклевания этой модели Дальше был съем формы В чем мне очень помог мой отец, он скульптор Для него это как бы его работа была нормальная Вот, а для меня это было Очень интересный этап Эти гипсовые модели Потом я отвез в Киев На термоформовку методом термовакуумного формования Были сделаны корпусы В процессе также пришлось использовать Технологию стекловолокна с эпоксидкой Для того, чтобы укрепить корпус А сейчас я хочу запустить его в серию Для этого снял 3D модель По корпусу, который у меня уже есть И сейчас уже подчищаю И запускаю в порезку из МДФ Вот, это будет уже модель многоразовая По которой можно будет в серию, скажем так, запустить Поэтому буду рад, если вас заинтересует мое изделие Мой каяк Приветствуются заказы Следите за обновлением Обязательно подписывайтесь на мой канал Нажмите на колокольчик Потому что оказывается, если вы не нажали Уведомления не придут Поэтому приятного просмотра Смотрим, что у меня получится Итак, была создана компьютерная модель Я даже себя сюда усадил, примерю После была сделана 3D модель На 3D принтере, распечатана Вот, в масштабе 1,20, по-моему И проведены были даже водные испытания В бассейне И произведем был выбор материала Это был Татайна Акрил Для термолакуумной формовки Как, например, поддоны Ванны из них делают Затем были куплены блоки пенопласта И сделано специальное приспособление Абук и меч, как я их называю Демонстрирую работу ножа для пенопласта Вот такая штуковая На фоне О, вот он Ручка И нехромовая проволока Теперь фокус Опа, отрезали кусочек Все это работает запитано От зарядного устройства Для аккумулятора Приятно работать Очень Дает чуть-чуть больше накал Режет быстрее Медленнее Меньше напряжение Сначала я поделил блоки пенопласта Таких разделил Просто на большие части Грубо вырезал А потом уже были сделаны Такие специальные лекала Из ДВП Подложено было сверху и снизу Таким образом Рейс был точный И четко По-другому Было сделать очень трудно Выдержать вертикали Практически невозможно А вот так Никакой проблемы Струна идет по верхней По нижнему краю Лекала Далее уже прошел Процесс Более четкой обрезки Как бы снимал фасочки И уже форма начала обретать Свои очертания Далее пошла проработка Уже Люков Кокпита Соединил вместе детали Для того, чтобы Вот переходить На стапель Здесь уже мы с отцом Начали шпаклевать Шпаклевка Потом плавно Перешла В ошкуривание Деталей Чтобы вы понимали Какой квалификации Мастер Сейчас увидите Какой медаль Делает Мой отец Особенно жесткого Делал Вот дальше Мы продвинулись В работе В процессе Можешь Помахать Ну Сейчас ты шел Молодец Ты додумался Ну так Деталь повторяет Вот эту Далее пошел Процесс снятия форм В качестве Разделения Использовали Глину Арматуру Укладывали Из проволоки Вот Гипс Г10 Использовался Хороший гипс И в качестве Разделителя Отработка Перерыв Герой Вот это вот На высоких местах Особенно иметь ввиду Чаще всего капать Потому что Обычно Сползает с него Вот Я помню Формую Глаза И глаза проваливаются Думаю Ох ты боже мой А видишь Каким образом Настоящая формовка Идет как бы Я сбрасываю А то что вот Попадает Масло В гипс Это ерунда Нет Это все ерунда Когда его Сцепит Куда он денется Интересно Ага Арматура А то есть Он уже чуть-чуть Схватится Тогда только ставит Ну да Уже там будет Зазор между Арматурой И телом Ага Вот Особенно На этих Скользящих Плоскостях Больше всего Нужно будет Лепить Она убегает Да Реально Оперероб Классная штука Жирный Жирный И даром А то мылом Да Раньше Мыло Еще там Оливковое масло Но тоже Миниатюры Когда Занатно Дорого Будет Как хорошо Им работает Смотрите Так Вот Уже Лучше Заполнилось Этого места Восползает Поэтому Надо На него Класть Еще Повторяет Как бы Форму Ну да Как бы И тут Ребро Тут Ребро А то Как набежало Так Набежало Твой Лантери Наверное Сейчас бы Обзавидовался Чтоб его Так вот Записывали Еще Что он делает Скажи Только словами Приходилось Картинки Рисовать Он написал Книжку Нормальную Ну красавец Да Надо Проложить Какой Хороший Как сметанка Это Первый Замес У нас Пошел Да Идет Арматура Да Усиление Да Буквально Просто Ложить Чтоб Она не Проткнула Да Ну да Конечно Ни в коем случае А то Что Когда я буду Чукрать Она будет Мешать Ага Это тоже Гнуть Надо Гнуть Плоскогубцами Надо Выгнать О Хорошо И Крайне Тут О Теперь Горно Это Самое Глебное Все Прекрасно Прижмем Четко Хипс уже горячий Уже идет процесс кристаллизации Сколько вышло? Три замеса Четыре Делаем Заливку Второй части Формы Да Все Подготовлено Вот Видно Замки Гипс очень крепкий Г-10 Хоть говорили Что надо На форму Г-5 Но Г-5 Не оказалось В нужной Фасовке И он оказался Дороже Даже Чем этот Поэтому Г-10 Последние Штрихи Это Это уже Залили Второй Кусок Теперь Будем Снимать Пенопласт И заливать Торец За день Так что Форма Будет Снята Форма Бортика Бортика Используют Обрезки Металла И пластика А тут Бортик Из глины А сюда Тоже Пенопласт Станет На высоту Ничего не надо А просто Оплеском Так Я буду Гольстейм Делать Использовал Понял Пластина Пластиковая Вжимается В глину Образует Бортик Говорит Папа Руками Удобнее Ложечки Попробовал Не то Теперь Устанавливаем Арматуру Что бы она не касалась Наоборот Ага Касается Папа Если его чуть-чуть отадуину Да Чуть-чуть А потом Если да Если она будет Почистить Будет металл Мешать Там Ну да Остается Да Да Не Как-то лишнее Так Та Иди Ага Все Вот Залили Ждем Минут сорок Да Снимаем форму Да Да Там замок есть Может помочь Сейчас Нет Чуть-чуть Стоп Обратный ход Я не досмотрел Вот Миша Вот Ото И то Держит Ага Супер Вау Воу Воу Ага А теперь Вот смотри Что-то налепило Оно получилось Выше Чем то Видишь По буграм А Ну так оно Чухает Оно же Еле-еле Держится Нормально Все Сорвало Видишь Я вот Это Приподнял Ее И вот Это Срезало Не давал Как вот Эти Куски Залезло А этот Еще не Разнимал Да Нет Это Я Снимаю Эти Штуки Все Налепленные Держат Надо Перевернуть То Что Вот Это Фигня Так и Там Перевернем И все Короче На удивление Легко Мы разняли Форму Так Что Перероб Рулит Отработочка Думал Сначала Попробую Она Я хорошо Простукал Да Отлично Отлично Форма Получилась Классная Сейчас Ее Доведем До ума И Приступаем К формовке Следующей Детали Так Вот То Что Затекло У нас Гипс Вот сюда Под Болван Поэтому Сейчас Все Глушим Щели Глиной Вот И Здесь Вот Постараемся Тоже Сразу Делать Ровненький Слой Чтобы Нам Меньше Было Чего Потом Доводить Шлифовать Ок Так Вот Подготовили Форму Уже С учетом Предыдущих Ошибок Ну Как Таких Мелких Но Но Тем Не Менее Вот Все Уже Пропоставили Мортик Ровненький ОК Даю Даю Так Процесс Пошел У нас Как Пол Байдарки Черная Половина Белая Еще Раз Повторю Что Дармовой Разделитель В виде Отработанного Масла Показал Себе Очень Даже Неплохо Форма Разделилась Прямо В руках Особо Даже Прилагать Усилий Не пришлось Так Окей Это Второй Замес С Арматурой Что Значит Вторая Часть Пошла Намного Взяли Красивее Отработанного Такая Солидная Здесь Сразу Отформовали Вот Эту Для Присоединения Сторца Форма Замок Так Сейчас Будем Снимать Вот Эти Перегородки Так Это Вот Вторая Корма Заформована Уже Осталось Торец Вот Вот И Торец Сейчас Зачистится Почистится Что Делаем Торец Ага Это Сейчас Короче Перед тем Как Разнимать Форму Простукиваем Все До Появления Двойного Такого Вот Звука То есть Форма Отстала От Балгана Простукали Полностью Все Идет О Идет Вообще Класс Видишь Какие Мы Молодцы Вот Покажи Это Место Разнято Да Остается Только Чуть Почистить Да Кстати Вот То Что Грунтовалась Грунтовкой То Идеально Держится А там Где я Чухнул Наждачкой Вот Здесь Вот Видите Она Отлип Прилипла Отстает Ничего Сложного Отлично Супер Теперь Те куски Да Разнимаем Да Переворачиваем Понял Сейчас Секунду О Так она у тебя Снимается Все Можем Игры снять Давай Нет Подожди А нет Переворачивается Давай переворачиваем Окей На меня Смотрите Чтобы она не разлетела Ти-ти-ти Осторожно Тих-тих-тих Пап Держи Держи-вежу Эта часть уже есть Так Что идешь Забирай пока вниз Берю пока Идеально Смотри Как снимаю Так Я это снимаю Давай Забери Лишнее Вообще Вообще Без натуре Просто в руках Все на лизе На уровне Просто в руках И болваны Целые Остаются Смотри Чуть-чуть Подрихтовать И можно Дальше В серию В серию А теперь видишь Это все снимается И будет четкий Четкий Играть Угу Это все Как Чу-чу-чу Каждый бугорок Снялся Ну молодцы Супер Молодец Вот Очень легко Зачистил И так Начали Внутреннюю часть Такая Опалубка Отмешка Да-да-да С учетом Того Что приходится Много Ручного Труда Доводить Форму Все-таки Сделали Вот так Лепестками Сразу Не придется Дочищать Лишнее То есть Максимально Упрощаем Работу Себя Эй Подожди Сейчас тут Надо Выкладывать Ну да Точно Хитро Хитро Так В этот Первый Замес Уже Выложили Арматуру Так Продолжаем Работы По формовке Кокпита Вот еще Обчухнал Чтобы Глаза Была Сейчас Вставочки Которые Будут Для разъема Формы Ставится Да? Да Окей После этого Когда я Проложил Глинку Понял И тут Поперечка Так Стартуем Боковушку Заливать Сейчас Будет еще Одно Замесик Да Уже Меньше Отлично Так Для фиксации Опалубки Кожуха Да Вот сейчас Зафиксировали Вот так вот Вкрутили Наживили Винты Саморезы Сейчас будем Устанавливать Ограничители Да Короче Тут эпичная Конструкция Получилась Это такая Арматура Армопояс Сейчас еще Вывезутся Распорки Вот так вот Ставим Вот здесь И вот тут Короче Отец Придумал Супер Технологию Скрестили Формовку С текстильными Технологиями Потому что Ну как сделать Вот этот вот Чтоб сюда не стек Гипс Ставить Какую-то Лепить С глиной У нас ее Столько нет Чтоб налепить Загородок Да Короче Мы придумали Вот эти Вот он придумал Вот эти Вот Юрий Данилович Скульптор Украины Винницкого Художественного фонда Вот так вот Мы его Короче Заплетаем Видите Между гвоздиком Между шурморезиком Тихо-тихо-тихо Я сейчас его подожму Да Этот он выкрутился Все нормально Все под контролем Да И вот оно даст Бортик Который не даст Гипсу сползти По-моему Классно Попробуем Глянем Заливка будет сверху Налево И направо И так будет По всему периметру Короче Я почувствовал себя Паучком Внутри Кстати Чуть по-другому Обвивкой шла Потому что Внутри Как бы Она сходится А здесь Было просто Как текстильное Плетение Видите Там вот Каждая штучка Закручена Получается Вот так Интересно Очень интересно Здесь Кусочки Тут будет глина Тут ничего сложного Нет А вот эти Вертикальные Куски Здесь пришлось Сделать так Последний Апгрейд Вот так Вот у нас Будет Крепиться Из пластика Пластиковая Прищепками Лента И сразу Имеем Зазорчик Палубку Такую Классную Очень Очень Неплохо Получилось Все Уже Все подготовили Сейчас Мажем И Хотел сказать Бетонируем Формуем Выставили Каркасы Приступаем К сожалению Не успеваю Все Заснять Сразу Просто Работаем В четыре Руки Сейчас Гипс Г5 Идет Он Немножко Быстрее Остынет Поэтому Приходится Работать Быстро Новых Вышло Супер Держит Как видите Опалубку Вот эту Нитка Себя Зарекомендовала Отлично Так Выставили На второй части Ленту Сейчас Будем Заливать Полтора Часа С этим Игрались Кажется Что Быстро Но На самом деле Время Идет Да Я думал До 8 вечера Будем Нет До 8 вечера Это не мысли В общем Итак Залили Мы На этот Второй кусочек Пошел час То есть Всего 2,5 часа Вот такая Вот такой кожух На форму Сейчас Выкрутятся Саморезы Выкрутятся Саморезы И Будем Ждать Ждать Потому что Должна Высохнуть Потом Будем Поднимать Переворачивать Так Короче Разнять С одного раза Не получается Будем Разбирать Вынимать Слишком сложная форма И почему-то Местами Позалипала Видите Непонятно В чем дело Простые формы Разнимались Легко А это Сложная Не хочется Значит Будем Кусками Вот так Ну как оказалось Вычистить Не так уж Страшно Я думал Что это Будет Дольше В результате У нас Пошло Где-то Наверное Час Полтора Вычистить Сейчас Будем Нижний Кусок Вынимать Как он Называется Кожух 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 Который Объединяет Все эти Куски Слава Богу Разнялось Все Сначала Маленькие Эти кусочки Вынули Вон Эта Часть Здесь Вот Ага Наша ошибка Была Что мы Не почистили В конце Вот эти Борозды На Форме И она Видимо Трешки Держала Сильнее Чем Надо И вот Эти кусочки Так Вынимаем Ту Теперь Все Получилось Сняли Вот Сидушка Отлично Все Получилось Так Все Собрали Обратно Все Закупали Засушки Вот Такая Форма Эпичная Получается Она Из Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девяти Кусков Двизи Кусков Уже Можно Садиться И Плыть А Режем Мы Вот Это Место Смотрите Как Вот Так Вырезана Специальная Кривулина Вот Такая По Форме И По Линейке Ведем И Получается Она Углубляется Тут По Линейке И Плавно Сходим На Глубину Какая Нам Необходим За счет Вот Этих Палочек По Линейке Едется Здесь Просто Ставится Линейка И Таким Образом Формируется Киль По Линии Ставим Четко Все И Сейчас Вот Так Поставлю И По Такому Профилю Она Начнет Резаться По Вот Этой Линей Ну Вроде Бы Получилось То Что Хотел Уже Плавно Видите Нет Горба Какого Что Получился Такая Форма Вроде Как Ничего Так Далее Мы Сделали Опять Пошпаклевали Нижнюю Часть И Разделили На Части На Три Части Интересный Метод Придумал Папа Там У тебя Закончился Раствор Подобав Класс Так Вот Это Редакальное Видео Лучше Не снимать Самую Большую Деталь Вообще Не без Никих Залипал Все Сука Получилось Да Два 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 Покрывал Угу Балан Можно Плавать Давай Куда Вонес Все Все Глушер Так Вот Разняли Идеально Снялось Очень Хорошо Вот Наша Форма Здесь Мы Продолжаем Работу Над Деталями И Пробуем Впервые Вложить Одну В другую А тут Процесс Создания Сидушки Вырезана Из Пенопласта И Вот Отливка Отливаем Среднюю Часть Вот Это Ребята За два С половиной Часа Залили Самую Сложную Форму Сейчас Вот Находим Кромки Чтобы Можно Было Ее Довести Это Было Эпично Я Тудяшки Что Стахановцы Сколько Килограмм Гипса Вычет Половина Часа Это Пошло Где-то мешок Десять Но Очень Быстро За Два Половина Часа Таким Два Половина Часа Местерство Да Папа Говорит Что Нет Завтра Будем Разнимать Завтра Будем Шкрябать Нет Ну Ты Это Форсируешь Мы Добьем Это Сегодня А Я Вот Так Вот Почти Задаром Ну Все Порядок Что Я Снимаю Видео Смотри Опа Опа Вот Что Значит Качественно Сделано Ого Класс Вообще Блин И это Наш Труд Вливается Труд Наш Рес Так Сейчас Можем Да Можем 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 Теперь Что Вверх Снимаем Подожди Вот этот Снимаем Вверх Теперь Эту Да 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 Такие Тонозки Работают Все Вроде Покажи Покажи Чистота Вспотела Видишь Вспотела Вспотела Вот Теперь Хожем Снимаем Поддеть Тут Надо И Таз И Сначала Полу Кос Угодить Так Сейчас 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 А мне Ладно А соду Где Надо Это Ветрипή Уже конструкция У вас тут такой пирожочек Слоеный Это называется кожух Ну давай Все пошло Бомба ракета Это же сфоткай Снимай на видео Ну вы блин даете Может сначала наружу дай Капец-то Раз кусочек, два кусочек, три кусочек Так, а ну-ка Опа, все, отлично Вообще отлично И ловить надо на то место По профессионализму Тоже вспотел Капелька А, вот тут видно каплю О, сам снял Так, туда пока папа в сторону Забирал Что тут ракамин больших нет Ну кое-где чуть-чуть Ничего себе Да, это самая сложная форма Наверное у дедушки тоже Да Наверное у тебя за всю практику тоже самая сложная форма Да Обалдеть Это за сколько лет практики? О Осторожно О, ты что Дедушка, сколько лет ты скульптор? Ой, уже много И только сейчас самая сложная форма Опять дизайнер стал Ага Сто процентный Мне сразу по типу отдалим Папа, какой у тебя аккредитации институт? Не, не надо так его ложиться Слышишь? Не надо, не надо Положи лучше на пол Дедушка, просто на пол упади Пойди, пуй шелкни Так, теперь и слои Теперь это вынимается И форма сюда уходит Хорошо сказано Как это и не будет? Послухайте Так она же стоит Надо ее на палки поставить Ага Все, а вот теперь можем поднять на палочки Он же полегче будет А ну давай Потаруй его Тихо Подложи еще одну А теперь это сюда Только что, ты на разных уровнях, пап А, ну и так Теперь туда надо еще Стой, стой, стой Стой Андрей, помоги Лешин, что делать? Вместе, да, разгром Дедушка сюда Снизу Не знаю, как ты его вынимаешь Так, вот так постукал И все Пойдем Вот, вот, вот постук А, нет Класс Конструктор, да? Как я смотрю, Андрей Вот это сдвигается и вынимается А, ну тоже да, да Шикарно Опа, все, пошло Сдвигается О, видишь, как Класс Вообще Шикарно Видео снимаю Молодец Обалденно Все продумано было Шовчик Облой этот весь снимется, да Шикарно, ребят Все продумано А теперь садись Лодку став И впливи Ого, вот это шикарно Ну видишь Так бы и сразу, да Хух Дальше пошла Обработка уже готовой модели Зачистка поверхностей Убаграков снятия И тому подобное И вот уже мы попробовали Сложить вверх Каяка Так, залили последнюю часть Кокпит Шикарный Шикарный Просто Бомбезный Такое вот А тут мы впервые совместили верх и низ Средней части Смотрится так вообще Очень четко Итак, заключительный процесс Нашей работы Над каяком Секционным Это вот это Упоры для ног Сейчас сделаем Сейчас покажу ближе То есть вот она Две ступени Как бы две По высоте Вот такие они будут Вот два упора для ног На разный рост На разную посадку Попробуем То есть они будут вклеены В днище А вот это подставочка для ног Такую Отформовали То есть Разложение Это типа поближе Это подальше для ног Чтобы она будет сразу вклеена в пол Посмотрю Если оправдает себя Значит так и оставим Мне то поставятся Регулируемые ножные упоры Взгляд перед отправкой Взгляд перед отправкой в Киев Это разложили на полу Детали Лекала Чтобы посмотреть Как они поместятся В машине Итак Этап Следующий Завожу Формы На формовку На термоформовку Как оказалось Т-4 создан Именно для этой лодки Была бы она Чуть длиннее Или шире А уже бы не влезла А так четко Четко поместилась Прямо Как родное Легло Оно должно быть Все-таки Хорошее Поехали Поехали это уже готовые изделия эта форма но не пережила процедуре но главное изделия тут это страдает гипс конечно материал материал Вот детали были уже готовы Принос в этот же день А это все, что осталось от нижней детали Средней части Все вакуум раздавил полностью То есть для массового производства Надо только из МДФа делать эти формы Так, ну что ж Мы начали обрезание Вот, торцы уже обрезали Все теперь тут гладенько Это уже нижняя Задняя часть Это корма Вот она И внутри мы уже вложили Носовую часть Показываем, как это будет Снимается крышка Вот она Верхняя И видим Матрешку Так называемую Вот она Вовнутри вставлена Вот она Вот она Вот она Вынимается полностью Давай, вынимай Показывай Вот и все Вот она Готовая часть Тоже Все вставляется сюда Сейчас будем вырезать Кокпит И низ Все, супер И вот эта верхняя крышечка Потом закрывает Ну сейчас не будем закрывать Что показали Вот эти Уже сложенные части Ну пока наживлены Хорошо Они ничего не совсем сложены Но уже общее представление Есть Как это все будет Так, показываю Матрешку нашу Вот эта самая большая Задняя часть Вот она Вот она Будет выниматься Смотри, чтобы не упала Саша, смотри, чтобы не упала Не упадет Все, вот я ее вырину И так же самое Вставляю Раз Ага Туда Потом поворот Оп Вуаля Да Ура То есть это пока еще все Не держится Вот только, только, да Только наживили Короче, вот все Но главное, что Пазл складывается То есть это все компактно Все влазит в одну деталь Что и требовалось доказать Так, вот мы впервые Сложили это все До кучи Получилось Просто Просто фантастика Красиво Зацените Отец сделал дизайн Какие стремительные эти дуги Им вторит Вот эта часть Передняя Твоя Тут уже я добавил Да, дизайна И как она стремительна Что вы думаете Не поплывет там Она полетит Не то, что поплывет Конечно Четко Четко Солидно Победа разума И так пошел процесс Склейки И укрепления деталей Корпуса коряка Эпоксидной смолой Вот видите Такие растяжки Ставил С доской Чтобы борт Сохранял прямолинейность Поскольку руки Были все время заняты Сделать это было тяжело Ну что ж Попробую Влезть В кокпит Это я вот его наживил Пока Попробуем туда залезть Сейчас Ну что друзья Я тут Да Я так и сюда залез Как это вот так Как это показать Нормально Без проблем Сижу хорошо Комфортно так Спиночка Упирается Отлично Мне нравится Чуть-чуть сниму видео Потому что Когда клеишь смолой Видео снимать Ну практически невозможно Руки в смоле Все в смоле Работать надо быстро Значит вот уже Это как бы все подрезано Все сделано Вот оно Видите как Вот так оно будет Склеиваться Сейчас Торцы сейчас будут усиливаться Внутри Внутри вот стоит сидушка Вот она Уже подрезана То есть Сейчас она Вклеиваться не будет Пока я ее Забираю Вот А вот тут вот изнутри Будут устанавливаться Ребра жесткости Как-то так Как-то так Вот так И там внутри Соответственно Вот там И потом Вклеится Крепеж И только после этого Вклеится сидушка А вот еще Ножной упор Ну мне в принципе нравится Сделал две позиции Типа как в ситонтопа Вот так он Там приклеится Зато он надежный И не надо Ничего тут сверлить Крепить Попробуйте Меня разуверить Что это не так А здесь мы видим Процесс ламинации Торцов Деталей Чтобы они Были абсолютно В фонной плоскости Сделал уже торцы Добавил вот этот клин Который я тогда срезал Под стемноформовку Это уже две половины Склеены Кокпита Там такая же процедура Видно что клинчик Выведен тоже Чтобы все было ровненько Вот Две половины склеены И сейчас Примерял уже Верхнюю часть Носову покажу Как она ставится Итак Вот Поставил Носовую часть Тут весь смысл в том Что вот палочки Проверяю Вот таким образом Чтобы здесь было Видите без зазора Значит это ее место Тут вот углы Соответственно здесь Здесь тоже То есть деталь Четко встала на свое место Это видно Значит ее можно уже склеивать С чем мы и займемся сейчас Все Привет Так А сейчас Заклею Изнутри Торец Вот В носовой части Вот здесь получается Вот Хорошо что есть куда залезть И недалеко В принципе Теперь покажу Одно полезное свойство Эпоксидной Смолы Вот Вот именно Композита На Эпоксидной Смоле Короче Получилось так Что у меня При термоформовке Вот эта вот Нижняя часть Она вот в этом месте Получила какую-то Усадку И короче Здесь была щель Почти полтора сантиметра С собой К сторон Выглядело Это очень Нехорошо И вот я Случайно Выяснил Следующую Штуку Что можно Ее выровнять При помощи Фена Подогревая Вот эти Вот борт То есть В этом месте Вот все Донизу Это все Прогрел Все эти стеночки Борта И поставил Распорочки Деревянные Грел феном Вот так вот Вот И теперь Борта остыли Нагрел Где-то до градусов Наверное 50 Теперь борта Остыли Я вот Прибираю Эти Палочки Распорочки Даккратно Видите Прилегает Щелочка Осталась Но она Уже Небольшая То есть Вполне Саморезами Уже Подтянется Потому что До этого Я тянул Саморезами Она начинает Коробить В верхнюю крышку Она не армирована Так сильно Вот Это Очень хорошо Такое же Самое Я делал Вот на этой Детали Носовой Части Здесь тоже Была Большая щель Вот Сейчас Она уже Такая Приемлемая Можно еще Будет Догреть С этой стороны Вообще Хорошо Уже Стало Вот Таким Образом А тут Я делаю Лекало Уже Для того Чтобы Можно было Заделать Торцы Секций А далее Уже Процесс Склейки Верхней И нижней Части Деталей При помощи Полиуретанового Клея И тут Уже Установка Креплений Специальных И выточенных Из дюраля Чтобы они Не ржавели И были Легкие Да А здесь Клейка Специальные Вставочки Для того Чтобы вода Не затекала В корме Вчера Вечером Вклеивал Крепления Видите Вот Они Правда Наигрался Какой-то Взял Каучуковый Герметик Очень долго Он стынет Но вижу Вроде Как Почти Застыл Где только Большие капли Еще Вроде Только Жидкая В общем Сейчас Разбираю Байдарку Каяк Это У меня Тут Крепление Для крышки Вот Этой Вчера Тоже Немножко Пошлось Переделать Короче Буду Сейчас Смотреть По месту И еду Сейчас Испытывать Опять Гидравлические Испытания Как у нас Тут Это Все Склеилось Да Здесь У нас Крышка Это Заглушечки Из Болтов А Это Сидушка Вкручивается Саморезами Вот Она Первая Проба На воде Ну что Стоит Все Стоит Остойчиво Довольно Весло Забыл взять Единственное Как осадка Сколько В нем Подумывается Нет Вообще Фигня Понимаю Это не очень Научно Класс Случай Бомберно Это Первое Ощущение А как Тебе Такой Илон Маск Зато Манюнность Повысилась В 2 3 Наверное 3 4 Прикольно Так Только ты Иди Сильно Иди Сильно Слезенька Делайте камеры Конечно Сегодня Покажу Для чего Была создана Моя Складная Секционная Байдарка Каяк Сейчас покажу Как она Поставится в машину Была задумка Такая Чтобы Сделать Лодку Которая бы Поместилась В багажник Как видите Вот он У нас Этот 3-section Каяк Это Такой Логотип Я придумал Для него Вот он Стал В багажник Так же Сам Он Поместится И в легковую Машину И здесь Имеем Три секции Это Кокпит Это Кормовая Часть И там Внутри Вот видите Это Носовая Все Находится Здесь В одной Секции Ну Теперь Поехали Покажу Это На воде Попробуем Все Получится Я только не снял Ничего Будем прибыть ее Все 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 Дальше Заболею Ого А здесь Немали Резины Немали Немали Немал 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 так если вам понравилось мое видео если вы досмотрели его до конца ставьте лайки я открыт к обсуждению пожалуйста пишите свои впечатления комментарии я буду запускать этот каяк в серию так что если есть желание вы можете его заказать напомню еще раз название nested 3 section kayak или по-русски трехсекционный складной каяк складывается как матрешка все секции в одну пока